Именно в этот день, 4 апреля, в 1856 году, начались приключения самой редкой марки. В 1873 году один мальчишка продал ее и получил за продажу этой марки примерно там около 1-1,5 доллара. А в итоге она была продана спустя много лет за 9,5 миллионов долларов. И тем самым она стала самой дорогой почтовой маркой в мире. Вот такой вот интересный факт. А давай поподробнее о марках поговорим с нашими гостями. Коллекционером, заведующим Политехническим музеем Владимиром Николаевичем Думовым и руководителем по внешнему коммуникации макро-региона Уралпочты России Анной Первушиной. Доброе утро. Доброе утро. Владимир Николаевич, расскажите, пожалуйста, сразу про свою коллекцию. Как вас это увлекло? Когда началось это? Увлекло это меня с самого детства, раннего детства. Вот. Дело в том, что у отца моего было несколько марок. Он у меня летчик, военный. Прошел всю войну и, уходя, оставил эту коллекцию. И с этого все и пошло, и пошло. И с самых школьных, ранних дней я начал собирать. Конечно, раз же отец был летчиком, я начал собирать все про летчиков марки. Вот очень везде ходил, в киосках раньше продавали эти марки. В общем, все было доступно, цены были в киосках дешевые, марки были с печатями. Вот с этого все и пошло. А сейчас марки продаются где-то? Показал 50 лет уже собираю. Ну, не только авиацию, космос, хронологию советскую, российскую. Ну, у нас есть один магазин московского филиала издательства марки на Базово. Есть. Они пользуются спросом? Марки пользуются спросом у ограниченного количества коллекционеров, которые сейчас осталось. В основном старшее поколение. А настоящее поколение, вот я с ними работаю, преподаю у студентов, значит, они на это смотрят, как на чуждое увлечение какое-то. Совершенно для них неприемлемо. У них вот компьютер, значит, вот клавиатура под руками и прочее. Немножко наше время недостаточно рекламы. Сейчас мы отрекламируем. Вы знаете, сколько примерно стоит вся ваша коллекция? Нет, такое невозможно оценить, я думаю, и ни один коллекционер. А если бы вы смогли оценить и сказали студентам, я думаю, они бы все с радостью... Нет, иногда альбом там я приношу по делам, со встречи с коллегой каким-нибудь, и так посмотрят, думают, а, ученый, профессор, какой-то ерундой занимается. А можно я, как вы назвали, эту ерунду посмотрю, которую вы так увлеклись и занимаетесь всю свою жизнь? Значит, я тут некоторое количество, ну, совершенно небольшое выборочно принес для показа постранично. Анна, пока вопрос к вам. Как вы думаете, есть ли... Можно эту страничку показать, потом следующее. Есть ли необходимость выпускать почтовые марки сейчас, в век информационных технологий? Ну, конечно, есть. Марка возникла как необходимость, функциональная необходимость для того, чтобы оплачивать пересылку почтового отправления. Потому что долгое время это было... Ну, никто не мог придумать, каким образом оплачивать письмо. И вот в Англии впервые, там, в 19 веке придумали вот эту систему наклеивания специальных знаков оплаты. И существует это уже давно, это все прижилось. Более того, Владимир Николаевич, конечно, прав, что сейчас другое поколение, другие интересы. Но ежемесячно наша компания, дочерняя компания «Почта России», акционерное общество «Марка» выпускает ежемесячно 7 новых разных видов художественной марки. Есть марки тарифные, которыми наши клиенты оплачивают пересылку писем, а есть марки художественные. Вот то, что Владимир Николаевич показывает, это художественные почтовые марки на ту или иную тематику. Они имеют номинал. Вы, конечно, можете их приклеить на конверт, на открытку и что-то отправить, но, в общем-то, это марки в большей части выпускаются для пополнения коллекций. И вот каждый месяц в Российской Федерации выпускается по 7 таких марок. Разная тематика. А какие марки самые редкие? Ну, тут, наверное, Владимир Николаевич скажет, есть критерии определенные у коллекционеров, по которым можно предсказать, что марка будет обладать какой-то коллекционной ценностью. То есть, в первую очередь, таким критерием является тираж. То есть, чем меньше тираж, так, Владимир Николаевич, чем меньше тираж выпуска, тем, как говорится, больше шансов у такой марки стать коллекционным экземпляром. Ну, и есть еще один момент. В марках, знаете, иногда надпечатка, какой-то дефект, вот это тоже очень ценят коллекционеры. Вот чем больше таких дефектов, ну, всякие бывают ситуации, типографский дефект, и если коллекционеры об этом узнают, начинается уже охота за такими марками, и их стоимость растет. А где-то существует вообще перечень всех марок, какие есть? Ведь можно придумать свое и ходить, говорить, что у меня у единственного такая. Ты ее сам напечатал с помощью нейросети вообще. Это государственная монополия. Выпуск почтовых марок, так же, как выпуск денежных банкнот, является государственной монополией. В Российской Федерации эту государственную монополию выполняет акционерное общество «Марка», дочерняя компания «Почты России». Вот, ну, соответственно, в каждой стране есть своя компания, которая выпускает, занимается издательством, макет создает таких почтовых марок. Поэтому здесь так точно не получится. А что касается какие, где и что, есть специальные каталоги почтовых марок. Ну, сейчас они есть и в цифровом формате, вы можете посмотреть. Они есть на сайте АО «Марка», есть в бумажном виде ежегодные каталоги всех выпусков почтовых марок. Там даже, наверное, стоимость указана, да, Владимир Николаевич? В каталогах, вот у меня есть, я взял. Первая ласточка, посмотрите. Почтовые марки СССР. 1962 год еще, еще не было Всесоюзного общества коллекционеров. Было Московское городское общество коллекционеров. Вот выпустили они первые каталоги. А, ну вот, я вижу, как это все делается. Все в черно-белом виде. Там есть цены за марки без печати, за марки с печатью. Там есть подробная перечень, чему посвящены марки, даты. А сейчас такие каталоги выпускаются, вы знаете, ну, десятки томов уже тематические есть. Марки, каталог марок, посвященных гражданской войне. Каталог марок там Леванта, Русской почты в Китае, там Россия, СССР и так далее. А у вас последняя марка когда появилась? Когда последний раз попали? Последняя марочка появилась, посвященная трехсотлетию нашего города, родного Екатеринбурга. Вот здесь я взял вот эта марочка. Ой, какая красивая. Вот. Я здесь взял несколько фрагментов марок, посвященных нашему городу. Значит, первые марки, посвященные Свердловску, вышли в 1948 году. Получается, вы тот самый человек, знаете, к которому придешь на день рождения, не возникает вопроса, а что же дарить? Это точно. Если, конечно же, вышла какая-то новая марка. Классное у вас увлечение, вам хочется пожелать здоровья, чтобы коллекция пополнялась, пополнялась и росла. Чтобы когда-нибудь вы на марке оказались. В марке это лучший подарок, самый лучший подарок. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня этим утром. У нас в гостях были коллекционер, заведующий Политехническим музеем Владимир Думов и руководитель по внешним коммуникациям макрорегиона Уралпочты России Анна Первушина.